Друзья, мы опять летим в нашу любимую Африку, в очередную совершенно нетуристическую страну, информацию про которую в русскоязычном ютюбе вы не найдете, но здесь есть что посмотреть. Мы поучаствуем в национальной классической борьбе на песке, от которой фанатеют все местные. Офигеем от дикого зрелища, крупнейшего в Африке рынка утилизации животных. Прокатимся с ветерком по главной водной артерии всей Западной Африки, реке Нигер. Посетим уникальный заповедник очень редких жирафов, находящихся на грани исчезновения. Познакомимся с настоящими султанами, которые до сих пор руководят своими султанатами. Проедем полстраны в сопровождении вооруженной охраны, так как до сих пор здесь очень неспокойно. Ну и конечно же апогеем нашего путешествия станет посещение, наверное, самого самобытного и красочного фестиваля Африки Гиревола, на котором девушки выбирают себе женихов, которые показывают себя во всей красе, в прямом смысле этого слова. Итак, мы летим в Нигер и проведем здесь полную неделю, поэтому у нас будет целых три серии из этой необычной страны. Рекомендуем прямо сейчас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить эксклюзивные съемки из этих уникальных мест. Добро пожаловать в Ниамей, столицу республики Нигер. По прилету сюда собирают паспорт для оформления визы, потому что у нас электронные визы по прибытию, которые в Нигере любили совсем-совсем недавно. И вместо паспорта выдают вот такую заветную белую бумажку, которая здесь, это все здесь, это как в Советском Союзе партбилет, лучше ее не терять. Ниамей это город миллионник, здесь проживает 2 миллиона 100 тысяч человек. Огромная разница по сравнению с Брукиной, по крайней мере по дорожной инфраструктуре. Такое впечатление, что страна богаче. Просто какие-то нереального качества дороги, опять же освещение везде. Нигер достаточно богатая страна, потому что здесь есть и уран, и другие полезные ископаемые. Нефть главная причем. Здесь нефть. Визуально, конечно, даже здесь видно, что денег все-таки больше, что уровень жизни выше. Ну да, и по аэропорту, и по дорогам. Аэропорт совершенно новый, дороги здесь сделаны хорошие. То есть в целом хорошая страна. Ниамей Несмотря на внешнюю ухоженность и презентабельность Ниамея, столица Нигера, эта страна на протяжении многих лет входит в десятку беднейших государств мира. Нигер – страна с самым юным населением. Младше 15 лет здесь каждый второй житель. По рождаемости же эта страна также занимает первое место. В среднем на одну женщину здесь приходится 7 детей. При этом грамотность населения составляет всего около 25%. Нигер не имеет выхода к морю. И подавляющая часть его территории занимает пустыня Сахара. Поэтому земли в этой стране практически непригодны для ведения сельского хозяйства. Из всей огромной площади обрабатывается только менее 3%. Климат в Нигере очень жаркий и сухой. Среднегодовые температуры находятся в диапазоне 30-35 градусов по Цельсию. Ну а главным же богатством страны является урановая руда, по добыче которой Нигер входит в пятерку ведущих стран мира. Ну вот такая краткая характеристика страны, в которой мы проведем целую неделю. Первое впечатление от Нигера очень чисто. Прям вообще я не ожидал такого. Реально думал, что беднейшая страна, но тут все прям культур-мультур полный. Первым делом, как полагается, нигерцы захотели показать нам свой музей. Понимаем, что народно-прикладное искусство ни вам, ни нам сильно не интересно. Но отказать в любезности хозяевам мы не могли. Нам удалось договориться о сокращенной программе, но все же пришлось минут 20 поснимать тарелочки, коврики, кувшинчики, колебасы. Ну а потом нас ждало очень жесткое зрелище. Здесь, в Национальном музее Нигера, в Ниамее, такой собрали мини-зоопарк. Содержат они, конечно, в таких жестких условиях, в очень маленьких клетках. Хотя здесь, в Нигере, земли дофига могли бы построить, как у нас, на Дальнем Востоке, хотя бы там большие вольены. Голосатая гиена. Смотрите, за двумя заборами в маленькой клетке содержатся животные. Даже вот их снимать, их даже снять неудобно. А жить-то вообще зажали в этой клетке. Я вообще ее не вижу на камеру. Потому что, да, потому что закрытой такой решеткой, конечно, ничего не видно. От солнца мучаются животные. Много разных животных. Конечно, такое самое главное достопримечательство – это три льва. Представляете, какая-то ближуха. Эй! Там была табличка «Не кричать на животных». Нельзя кормить обезьян, нельзя орать на журавлей, нельзя ничего кидать в воду носорогам, нельзя ссывать руки, не знаю, кто это такое нарисованное животное, кошка, либо еще кто-то. Нельзя дразнить страусов, нельзя ссывать руки тоже диким животным, нельзя кидаться в крокодилов, нельзя кидаться в макак. Два льва в клетке площадью квадратов 25. Молодая пара молодых львов. Только лев такой какой-то еще, видим, совсем молодой. У него грива еще не отросла. Нормальный взрослый лев. Просто здесь, я думаю, грива в этих условиях у него. Думаешь, из-за... Сто процентов из-за условий содержания. Вся обтесана, он ее обтирает. И, видишь, она у него просто не то что не выросла, она у него... Слушай, она какая-то странная. Она еще, я помню, с него как будто обстриженная. В таком возрасте львов однозначно должны быть огромные гривы в 7 лет. В 90-х годах в московском зоопарке я застал еще такие же клетки. Это, конечно, был просто боль смотреть на животных. Сейчас хоть там хоть как-то все сделали. Да, они разгуляться, они поохотиться, они даже побегать здесь не могут. Бедное животное. На самом деле, просто действительно адски жалко их. Да, в уронде, конечно, круче зоопарк. Здесь вообще, конечно, жесть, даже не подойдешь к ним. Все животные спят. Делать действительно больше здесь невозможно ничего в таких клетках. Предлагаю запустить хэштег «Освободить животных не Амея». Местные жители приходят показывать своим детям животных. По совместительству с зоопарками еще и палеонтологический музей. Есть даже три скелета динозавров. Динозавр-птеродакс. Это стопудовый тернозавр-рекс, который именно на двух ногах ходил. Это самый-самый-самый опасный хищник. А внизу какой-то а-ля... Дальше я в них не разбираюсь. Кто знает, ребята, напишите, правильно ли мы угадали или нет, что вертикальный это тернозавр-рекс, а вот горизонтального, Миша предположил, птеродактиль, конечно, однозначно это не он. Вон потом и динозавр уже, смотри. Ну да. Такие животные еще не вымерли. Видите, кошка реально по размеру меньше, чем лапа динозавра. Потом и крокодила вот этот динозавр нижний. А раз есть музей, значит, есть и туристы. Ну а раз есть туристы, значит, рядом есть продавцы сувениров. Только в данном случае продавцов было примерно раз в 10 больше, чем самих туристов. И в отличие от других стран, они были абсолютно ненавязчивы и даже скорее равнодушны. Странный какой-то бизнес. Ну и так как Миша органически не переносит сувенирные базары, то он срочно ретировался. Ну а я же знакомился с ассортиментом, чтобы выбрать сувенир для розыгрыша среди наших подписчиков. Ну а пока я выбирал подарки для розыгрыша, вопрос, для которого мы зададим ближе к концу фильма, Миша зря время не терял. И даже здесь нашел два своих любимых развлечения. Первое – сфотографироваться с военным. Ну и второе – более веселое, как ему кажется. Соревноваться в ловкости и быстроте с домашними животными. На самом деле город реально офигительный в том плане, что для африканской столицы очень нехарактерно, потому что большое количество таких капитальных красивых зданий, развязки, мосты, огромные эстакады. Машин немного, пробок нету. И главное-главное – это чистота. Вот женщина просто собирает песок из Сахары и убирает его в грузитачку. Ну, чистота повсюду. Отель «Рэдисонблю». Опять же, очень редко где в африканских столицах есть отели мировых цепочек представленные. Это вот тоже новый строящийся отель, хороший, высокого уровня, но не принадлежит никаким сетям. Вот дальше внутри еще один небоскреб. Здесь какую-то выкладывают красивую набережную. То есть страна действительно, благодаря своим сырьевым ресурсам, намного привлекательнее, чем соседняя Буркина. Когда я сюда летел, конечно, казалось, что нигер – это просто дно. Это самая беднейшая страна, но оказалось не так. Значок африканского объединения «Юнион Африкан» 100% похож на значок СНГ. Найдите ряд отличий. Здесь занимаются ландшафтным дизайном. Ну, нет слов. Очень круто. Ломка стереотипов. Везде по городу были развешаны афиши предстоящего ежегодного грандиозного события – фестиваля «Гиревол», свидетелями которого окажемся и мы буквально через пару дней. Путешествуя, нужно всегда оставаться на связи. Самый простой способ для этого, конечно же, местная сим-карта. Все истории с роумингами или с, там, дрим-симами или какими-то еще… Это все фигня, конечно. Все дороже и не всегда работает. Самое лучшее – это местная сим-карта. Здесь, в Нигере, мы купили сим-карту, прямо выходя из аэропорта, за 5000 франков. И нас обманули. Они просто продали только сим-карту с минимальным количеством денег на ней. И интернет заработал сразу же. Но мы не проверили баланс. И он кончился буквально через 10 минут после покупки. Поэтому лучше покупать сим-карту не в аэропорту на выходе, а прямо где-нибудь на рынке в городе. Вот видишь, Airtel – это здесь лучший оператор. У него 4G-связь. Сим-карта реально стоит 1000. А интернет, ну вот мы здесь будем неделю, мы взяли 4 гигабайта. Это стоит 3000 франков. Ну все, ребят, интернет заработал. Мы сегодня утром уже выкладывали новый ролик. И вот нужно уже быть постоянно на связи, чтобы лайкать и отвечать на ваши комментарии. А вот пришел комментарий от Ярослава Годнота. Связь – наше все. Ну а с недавних пор нашим все стала еще и фиксирующая рамка SmallRig, которая существенно облегчила нам жизнь и помогла делать качественное видео со стабилизацией. Удобный инструмент видеоблогера – фиксирующая рамка SmallRig. Она подходит под любые модели смартфона. Дополнительная ручка крепится с любой стороны и стабилизирует изображение. Сисисти гнездо для крепления внешнего микрофона. Покупайте рамку SmallRig по ссылке в описании, а по промокоду PointOnTheMapSmallRig дополнительная скидка. Ну а помимо этой волшебной рамки, в интернет-магазине L-Steam вы найдете огромный выбор объективов, штатив, приборов освещения, рюкзаков, фотосумок и еще тысячи других полезных вещей для качественной фото- и видеосъемки. Но и не забывайте, ваш персональный промокод в описании. Главный город Нигера производил очень приятное впечатление. Побывав в огромном количестве африканских столиц, мы могли с уверенностью сказать, что Ниамей отличается в лучшую сторону. И что было совсем не характерно для Африки, здесь пропускали пешеходов, переходящих дорогу. Этого мы точно никак не ожидали. Ну вот, наконец-то мы нашли грязь. Как всегда, если течет какая-то маломальская речушка, то по берегам ее обязательно должно быть заговнено абсолютно все. Да, вот это, кажется, реально какая-то страшная. Но все равно здесь расчищают и, наверное, будут делать какую-то плюс-минус набережную. Отличная африканская страна. Сегодня, кстати, еще прохладно. Завтра будет еще жарче. Адское пекло. Просто ад. Ты что, снимаешь, что ли? Сел на последние очки, которые у меня были в предыдущей поездке, и разломал их полностью. Надо взять накупиться, и главное, с хорошей УВ-протекцией. Но будем покупать максимально, которые защищают глаза, чтобы нигде не просвечивало. Фирму смотри. Фирма здесь Абибас. Очки фирмы Абибас. Стоят все по 3 тысячи франков. 3 тысячи франков – это 300 рублей наши деньги. В Западной Африке одна валюта ходит. Ну не во всех, но практически во всех. И вот мы приехали с Буркина-Фасо, и с теми деньгами, которые поменяли Буркина-Фасо, поменяли, мы приехали сюда, и их же тратим. Вот 10 тысяч франков, вот 5 тысяч франков, 2 тысячи франков. Единственное различие – это буковка, которая указана вот здесь. Буква H – это значит нигер. Ну по-русски это буква N, в принципе, соответствует. Вот это нигерские уже купюры, видимо. C – это, как раз, означает Буркина-Фасо. Это деньг, который у нас остался еще из Буркина. И следующее сочетание в Мали будут те же самые деньги. И дальше даже в Коу-Дюваре будут еще раз те же самые деньги. Какой прекрасный французский. Merci beaucoup. Все, гиревол готовы. Продолжаем гулять под Нямэрю. И вот сейчас за моей спиной – отель Дювиль. Во многих франкоязычных странах я видел эту надпись, и потом Михаил меня просветил, что отель Дювиль – это означает «мэрия» по-французски, а не какой-либо отель. Очень прикольная, кстати, тема. Какие здесь ананасы странные. Видали? Треугольные ананасы. Действительно, прям как будто какая-то пирамидка абсолютно ровная. Я такие, честно, не видел ни разу. Столичный город Нямэй расположен на двух плато, разделенных пополам рекой Нигер и соединенных двумя мостами – Кеннеди и Дружбы. Подавляющее большинство населения живет на Восточном берегу, где и расположены основные правительственные и коммерческие учреждения. Население же столицы стремительно растет, и за 60 лет после обретения независимости увеличилось с 30 тысяч до полутора миллионов. Климат в городе очень жаркий, близкий к тропическому пустынному, поэтому нам пора охладиться. Друзья, вот так вот скидывают гуманитарную помощь с вертолетов диким племенам Нигера. О, хорошо-то как, а! Что делаешь-то? В городе жара жуткая. Проверяем способности айфона на влагу, стойкость. Два часа дня, солнце, самое пекло, поэтому в Нигере возможно спастись только отмоканием в бассейне. Наш прекрасный отель. Да, вот Михаил уже засопливился. Короче, в Нигере, в Нигере днем в два часа дня спасает только бассейн. Ничего другое не поможет нам. Друзья, просто вообще не выходить никогда из кондиционированного номера. Это просто ад! А нам сейчас предстоит еще пять дней в пустыне. В пустыне, не кондиционируем. И не знаем, что мы там будем делать. Надо сидеть в машине. Вообще, ты тут совсем дурачок, а? Или как? Ну зачем пузом-то прыгать? Ты пузом прыгнул. Ты пузом прыгнул. Так как жара легче всего переносится на воде, то из бассейна мы перебрались на реку. Могучую реку Нигер. На которой стоит Нямэй и в честь которой получила свое название и вся страна. Река Невольников. Такое название носил Нигер во времена рабства. По протяженности и площади водосбора это третья река африканского континента после Нила и Конга. И протекает она по территории пяти африканских стран. Гвинеи, Мали, Нигер, Бенина и Нигерии. Началась классическая задача для местного населения вычерпывать воду из деревянной лодки. Отплыли от берега, отошли буквально минут пять назад и уже приходится вычерпывать лишнюю водицу. В Африке на самом деле очень распространено вместо того, чтобы взять и загерметизировать лодку, они просто берут одного или двух людей в экипаж чисто для того, чтобы вычерпывать воду из лодки. Это экономически выгоднее, чем промазать ее герметиком. Рождается Нигер в 240 километрах от побережья Атлантического океана. Но вместо того, чтобы нести свои воды напрямую в Атлантику, река убегает от него и встречается с ним лишь только через 4000 километров. Путь реки при этом похож на бумеранг. Она рождается у океана и потом возвращается к нему. Несколько столетий эта река морочила голову путешественникам и следователям, сбивая с толку европейских географов, которые поначалу считали ее притоком Нила. Нигер имеет важнейшее значение для сотен миллионов людей и животных. Она спасает и без того засушливые земли Западной Африки от окончательного пересыхания и превращения в пустыню. Здесь, в Ниамее, в пригороде Ниамее, живет целая семья из девяти бегемотов. Так, только что, кстати, проплыли, прошли над мостом Кеннеди. Плывем сейчас с тем, чтобы посмотреть на бегемота. Мы видим, что местные жители беззаботно плещутся и стирают свои вещи на берегу реки. Да, это абсолютно безопасно, так как крокодилов в этой части реки нет. Но есть, как сказал Миша, бегемоты. Ну, а еще в ней водится очень вкусная рыба капитан. Пытаемся приплыть к этому острову, где живут такие бегемоты, и на дроне подлететь прямо в это логово. Вот видно, что на этом пляжике бегемоты, у них тут лежбище, вот они тут всю землю затоптали. Этот маленький островок, где мы высадились, действительно любимое место прогулы бегемотов в рассветные и закатные часы. Днем же они практически не вылезают из воды, так как у них очень чувствительная кожа, которая быстро обгорает на солнце. Ну, и мы уже не раз в своих фильмах рассказывали, что от агрессии с виду безобидных гиппопотамов ежегодно погибает больше людей, чем от крокодилов и львов. Но, несмотря на свой агрессивный нрав, услышав шум нашего маленького дроши, они моментально испугались и попрятались в воду. И только самые отважные с опаской высовывали из воды свои головы, озираясь по сторонам. Вот они, вот они, вот они, красавцы, а, ребята? Эй-эй-эй! Эй-эй-эй! Атакуют! Поворачивай направо! Полуденный зной слегка спал, и можно снова отправляться на осмотр столицы. Но, как вы видите, на въезде во все гостиницы расположены блокпосты, и машины тщательно досматриваются. К сожалению, в Западной Африке это обязательная необходимость, так как ситуация в регионе очень нестабильная. И все внешнее спокойствие может быть обманчивым. Но мимо такого чудо-дерева мы проехать не могли. Вокруг деревья как деревья, а это полностью облеплено летучими мышами. Почему животные облюбовали именно это дерево, мы так и не поняли. Ну ладно, едем дальше. Большая мечеть Ниамея называется так только на карте. Здесь ее местные жители часто называют мечетью Каддафи. Ее построил ливийский правитель Муаммар Каддафи. Он как раз пытался распространять мусульманство на территории близлежащих к Ливии стран. Красивая мечеть, Каддафи уже давно свергли, а мечеть осталась. Сейчас в мечети введены повышенные меры безопасности из-за того, что здесь рядом в соседней Нигерии активная туристическая организация Бока Харам. Прототипом этой мечети являлась знаменитая мечеть Хасана II в марокканском городе Касабланка. Интересная мысль, что здесь, в этой мечети, нас спокойно пропустили в шортах и не сказали даже, что нужно одевать в юбке, как это было, например, в Ливане. Господствующей религией в стране является ислам суннитского толка, который исповедует около 80% населения. Но за последнее время выросло число христиан, большинство из которых протестанты. Вы арабик? Вы арабик? Вы арабик. Он исповедует ислам, но по-арабски он знает, только несколько слов знает. То есть он арабский совершенно себя не знает, но молитвы читают в непонятном языке. Вы арабик или французский? Хауса. 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 А, хауса. То есть на молитве он все-таки на своем языке как по хауса, то есть не на арабском. Приехали на ремесленный рынок, сувенирный. У Миши сразу опять появился приступ нервозности, и он отсюда сразу убежал моментально. Ну не переносит человек все эти сувенирные рынки. Вот стандартные сувениры. Нигера это кожаные тапки. Это какие-то картины из разных кусочков железа и кожи на стены. Это сумочки кожаные, кожаные кошелечки, опять тапки, опять сумочки, шкатулки, опять же общитой кожей. Вот такие портфели. Смотрите, еще кто-то пользуется портфелями в этом мире. С разнообразием сильно не отличается. В Нигере нас поразила доброжелательность людей и их лояльное отношение к фотографированию, что очень не характерно для стран Западной Африки. И это ощущалось повсюду, а не только в туристических местах. А здесь уже золотых и серебряных дел мастера. Вот это колечко. Вручную шлифуется, полируется. Будет колечко, да, потом он его загнет. Из этой пластины будет колечко. Сидит охранник в этом павильоне. Тоже какие-то уже дорогие изделия здесь. Хотя, конечно, это все, на мой взгляд, стопроцентная бижутерия. Бижутерия. Никакое же, как это, не золото и не серебро. А какая-нибудь бронза, медь, не более. Но вдвойне необычно было спокойно, а не с украдкой, снимать местных мусульманских женщин, которые в других странах, как правило, завидев камеру, сразу отворачиваются и прячут свои лица. Ну, а пока я выбирал призы вам для розыгрыша, Миша культурно отдыхал в уютном барчике, где он встретил любопытного персонажа. Хранит в себе традиции древних племен в Нигерии, потому что у него на лице нанесены такие шрамы. Раньше так делали всегда мальчикам при рождении, чтобы определить принадлежность к племени. У этого мужчины на левой щеке семь шрамов, на правой шесть. И это обозначает принадлежность к африканскому племени Кассина. Это древнейший обычай, который в настоящее время исчезает. И в своей семье он последний, у кого есть такие шрамы. Своим же детям он их уже не делал. Раньше такому обряду шрамирования подвергали всех мальчиков сразу после рождения. Этому мужчине шрамы на щеках нанесли, когда ему было меньше недели от роду. А теперь посмотрите еще раз внимательно на него. И попробуйте определить, сколько ему лет. Но и среди тех, кто правильно напишет в комментариях возраст, или будет максимально близок к правильной цифре, мы разыграем приз, который я выбрал для вас на рынке. Вот эти прекрасные национальные тапочки из Нигера, которые местные мастера сделали вручную. Ну и не забывайте, что для участия в конкурсе вы должны подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем удачи! Друзья, как обычно, оставляем его в баре. В баре в Нигере наклейку нашего канала. YouTube, YouTube. Yes. YouTube, YouTube. Кто найдет, пришлет нам фотографию, обязательно подарим поощрительный приз. Находите этот бар в Нигере, делайте фотографию с нашей наклейкой, если их этого времени не сделают. И пришла сувенир из Нигера. Вот так вот выглядит в центре Ниамея свалка, утилизация домашних животных. Когда забивают баранов, козлов и прочих, потом привозят остатки сюда, и здесь за деньги вот эти ребята их утилизируют. Вот здесь моют головы. Бычьи, бараньи, непонятно чьи. Вот ножки для холодца шикарно сойдут. Очищают кости, моют их. Да, и вот такими тесаками потом рубят. И как дальше используют, непонятно. Но вот сейчас мы посмотрим, как... К сожалению, дальше по правилам и требованиям YouTube мы не можем продолжать показ. Но если вы хотите увидеть полный репортаж с этого рынка, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где будет размещено это видео без купюр, а также на наш канал Telegram, где мы размещаем все актуальные новости нашего проекта. Здесь голов отмывается, отмокает. Это просто трэш. Куча рогов. Просто нереально. Стоит абсолютный смрад такой, что просто невозможно находиться здесь очень долго. Здесь все-таки эти кости жгут потом. Просто непонятно, зачем все это делается. Если честно, почему нельзя просто это закопать или сжечь? Зачем это все в одно место свозить? Сколько в Африке не нахожусь, впервые вижу такое место. Это, конечно, полный жескач. Полный трэшак. Вот очередные копыта. Это уже от коров, наверное, крупные копытные животные. И вот мальчик чистит это. Здесь вот чувак сжигает какую-то шкуру какого-то животного. Мы видим копыта и видим зубы. Просто пи***ц. Извините за мой французский. Жара 45 градусов, а здесь просто невыносимо. Они это все жгут еще. Как потом это использовать, непонятно. Ужасное, конечно, зрелище. Хотя ужасно оно, наверное, только для нас. Местные же воспринимают это как обыденность. Ладно, теперь надо постараться забыть это и посмотреть на другое, более позитивное, хотя также не сильно миролюбивое зрелище. Здесь, в Гигере, существует такая местная национальная борьба. И мы, ребята, сейчас на закате в Ниамэле приехали на арену, где будут мериться силами борцы. Четыре борца, одетые в национальные костюмы, сейчас как раз делают растяжечки. В этом круге склестнутся для понимания, кто же будет сильнейший. Ну и даже, возможно, в конце нас ждет сюрприз. Кто-нибудь из нас, либо я, либо Денис, сможет сородиться в схватке с этими крепкими парнями. Меня зовут Миша. Здравствуйте, я работаю. Все хорошо, все хорошо? Все хорошо, спасибо. Ребята сейчас готовятся к поединку. А вы, друзья, делайте ставки. Кто здесь самый сильный? Традиционная борьба была известна в Нигере очень давно, но только в 1975 году были проведены первые соревнования. Ну а в 1989 этот вид спорта стал официальным на государственном уровне. Наиболее сильные и опытные борцы часто имеют личного колдуна, а то и нескольких. Ну а все же борцы перед соревнованиями заручаются магическими помощниками, в роли которых обычно выступают разнообразные снадобья и талисманы. Считается, что если носить на себе амулет из кусочка кожи электрического угря, то будешь выскальзывать из самого крепкого захвата соперника. Он просто не сможет тебя схватить, чтобы выполнить бросок. Наш друг Габриэль, будучи на транзитном рейсе Ниамэй-Москва-Париж, освоил великий и могучий. И нам повезло, и теперь он нам расскажет про эту борьбу. Расскажи нам в двух словах вообще, что это, ребята? Какой смысл, какие правила вообще? Как выявить победителя? Правила здесь простые. Похожая, кстати, борьба на греко-римскую. Сбить твоего соперника, чтобы он упал или на локти, или на колени. Побежденный считается человек, которого выкинули, но не выкинули, вытолкали из круга. Или он упал на... Понял. Сколько раунд? Да, ну, конечно. А раунд до конца. Один раунд? Нет. Ну, там дается по пять минут. Пять минут? До победы. Жарко. Нет-нет. Потом, если в течение пяти минут ничего не происходило, им дают паузу, они начинают... Заново. Заново. Пока один не упадет. И надпись. Прочитай еще раз, пожалуйста. Чемпион, кем бы ты ни был, мы тебе аплодируем. Ну что, друзья, начнем? Же компри. Он был три раза чемпионом Африки. Три раза чемпионом Африки. Да, это круто, ребята. Профессионально. Я думаю, он изучал борьбу греко-римскую во Франции. Сам прио. Помимо Нигера, традиционная борьба распространена во многих странах Западной и Центральной Африки. В Сенегале, в Нигерии, в Камеруне и других. Она имеет целый ряд территориальных и этно-территориальных разновидностей. Где-то она ближе к борьбе вольного стиля, где-то греко-римского. Обучение же мальчиков в борьбе начинается с раннего детства. Сначала это обычная детская возня, имитирующая действия взрослых, но которая со временем перерастает в настоящий борцовский поединок. Я не мог не попробовать, но мы, чтобы уравнять шансы... Толстяка в партнеры взял спарринг или нет? Мне нужно продержаться 20 секунд. 20 секунд всего. Ты там аккуратнее с ним, ладно? Аккуратнее там. Оставь его живых, живых оставь его, ладно? Давай, Миша, вперед! На тебя сейчас вся страна смотрит! Спасибо за поведение в борьбу! Ладно, давай, не ссы! Спасибо, Миша! Спасибо! Очень больно с Антюны! Очень больно с Антюны! За ногу можно брать за руки, толкать нельзя! Не, не за счет! Победил Михаил! Советский Союз! Ты выиграл, как Единая Россия на выборах! Вот мы выставили против местных нашего друга Дмитрия, наше секретное оружие. Я думаю, против такого великана они точно не смогут найти ответ. Друзья, поприветствуем еще одного рестлера со стороны России. Главного блогера-путешественника на платформе Инстаграм Дмитрия Лукьянчука. Дима посетил более 140 стран. И его цель – увидеть мир во всем его многообразии и сохранить в памяти истяжающие культуры и народы. Всем рекомендуем подписаться на Инстаграм Димы. У него легкий, изящный слог и прекрасное чувство юмора. Ссылка в описании. Дима, давай, вперед! Оле-оле-оле-оле-оле! Ура! Оставляем нашу наклейку на входной двери в музей борьбы. Друзья, кто сделает фотографию с этой наклейкой, оставив комментарий к тому, обязательно по традиции приз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик для уведомлений о следующих выпусках. Друзья, комментируем, репостим, ставим лайки. Отвечаем правильно на вопросы и участвуем в розыше призов. И ставим точку на карте. Нигер! Ни Амэй! Ни Жех! Подписывайтесь на наш канал. И открывайте мир вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok